Впрочем, молчание украинских правоохранительных органов можно понять. Страна накануне выборов, элита расколота, власть тоже. Символом глубоких украинских противоречий стал сегодняшний парад в честь Дня Независимости. Он едва не был сорван, причем лично верховным главнокомандующим Виктором Ющенко. Из Киева наш собственный корреспондент Валентин Богданов. Пусть там чуть ли скандал не произошел. Люди не пропускали. Французские туристы и его спутница так и не поняли, зачем праздник, на который не пускают. Сколько не объясняли те, кто уже привык. Крещатик освобождали для Виктора Ющенко. Рядом, как всегда, раскольник Филарет. Назвав Украину постгеноцидной страной, президент переходит к главному. Идея переписывания Конституции не похоронена. Наоборот. Хочу объяснить, что подписываю указ о проведении общенационального обсуждения проекта Конституции, внесенного президентом Украины. Я готов выслушать мнение каждого украинца. Верю, что такое обсуждение вызовет широкую общественную реакцию, которая заставит членов парламента позаботиться не о своих креслах, а о своем народе. Заботу оценили. Ющенко говорил, лишние 9 минут. Сценарий военного парада, на который потратили почти 10 миллионов долларов, кстати, ровно столько же, сколько и в прошлый докризисный год, пошел наперекосяк. На новом бронетранспортере «Казак» президент прокатиться успел, но комментатор и зрители разрывались между пограничниками на земле и мреей в небе. Рейтинг Ющенко под облака не стремится, а скоро выборы. В проекте Конституции в палатный парламент. В одной из них, если что, обязательно должно найтись место и для нынешнего президента. Он вписал в свой проект Конституции норму, в соответствии с которым каждый президент, вот после окончания своих полномочий, становится пожизненным сенатором. А ведь еще и сроки президентских выборов под референдум можно сдвинуть. Ведь популярности не добавляют ни открытия Гетманского дворца в Батурине, откуда правил Мазепа, ни новые памятники предателю Петра. Очередной Гетману под анафемой открывали в Чернигове. Но вышел скандал. Реакция в одном городе, как срез общей ситуации в стране, расколотый надвое. В день государственного совершеннолетия, Украине 18, ее граждан все больше беспокоит вопрос несовершенства системы, в которой они живут. За независимость только половина активно против уже каждой четвертой. Почему? Официальному Киеву сегодня вновь напоминали. Севастополь, Крым, Россия! Севастополь, Крым, Россия! В Крыму нынешнюю дату называют не иначе, как днем траура по потерянному отечеству. Симферополь пестрит российскими флагами. Жесткость формулировок на транспарантах. Те, кто их несет, объясняют одним. За 18 лет накипело. Запрещается русский язык, закрываются школы, ко власти приходят бандеровские фашисты. Мы против этого всего и хотим обратить внимание киевских властей, что для нас это не праздник. На защиту русского языка теперь готовы встать и те, кто его преподает. Учителя в знак несогласия с политикой тотальной украинизации пригрозили забастовкой. Валентин Богданов, Максим Гриневич, Мадина Тимиряева. Вести из Киева.